Сегодня хотим рассказать о том, в чем ощущается сильная разница между жителями стран СНГ и менталитетом Турции, которую сразу ощущаешь, как только приезжаешь сюда не на 2-3 недельки погостить или потусить, а оседаешь тут на значительно больший срок. И подготовить всех тех, кто решил перебраться в Турцию на пожить или вовсе на ПМЖ, к чему нужно быть готовым, чтобы не оказаться в состоянии культурного шока. Ты на канале Turkey Space, меня зовут Владимир. Я Олеся. Погнали. Она по-прежнему болеет. Первое и, пожалуй, самое заметное – это отношение ко времени. Люди в больших городах стран СНГ, привыкшие к быстрому темпу жизни, когда все на бегу, на скаку, весь день распланирован чуть ли не до минуты. Приехав в Турцию, машинально по привычке начинают поддерживать тот же ритм жизни. Но к своему удивлению обнаруживают, что вовремя на встречу в Турцию приходят только они, а потом ждут по часу, а то и больше, а порой и вовсе возвращаются домой ни с чем. Или о четком времени встречи говорят только они, а турки на это вообще не обращают никакого внимания. Что по улице спешат только они, а местные идут в развалочку. А все потому, что турки вообще не привыкли хоть куда-то спешить. Им по душе размеренное, неспешное течение жизни, при котором можно часами пить чай и безумно поболтать. И в Турции вообще не принято договариваться о точном времени. А если и было время назначено, то это совсем не является руководством к действию. Если договориться о чем-то с турком и сидеть и ждать, а его все нет и нет, то бесполезно ему названивать и написывать с вопросом «ты где?», «через сколько будешь?», просить поторопиться, всегда услышишь в ответ «я еду». Даже если турок только одевается и собирается выходить из дома. А по сути он еще и с легкостью решит заехать по пути где-нибудь в кафе, позавтракать, выпить чайку с бероком, а еще и остановится перекинуться последними произошедшими событиями со всеми встречающими тебя по пути знакомыми. И так может пройти чуть ли не весь день. Особенно ярко это выражено в маленьких городах Турции, в которых бывали случаи, что встречались два приятеля таким образом аж на следующий день. В больших городах, например, таких как Стамбул, встречи все-таки происходят в обговоренный день. Но помимо таких вот опозданий, случается и наоборот, что договариваешься, например, на 5 часов вечера о встрече, а приятель твой в час дня пишет тебе «я тут», и это тоже нормальный. Но зато если напишешь Турку и скажешь «я еду к тебе», то через 20-30 минут тебя точно встретят дома в гостях. Даже если ты куда-то опаздываешь на 20-30 минут, то можешь даже не переживать. Здесь, в Турции, это вообще не опоздание. Следующий пункт – это особенности ведения бизнеса. Здесь весь бизнес построен на родственных планах и поддержке друг друга. Здесь отели, магазины, кафе открываются без всякого там бизнес-плана. Появилась идея пиде печи продавать – взял и открыл заведение. Хотя при этом о ресторанном бизнесе Турк может вообще ничего не знать. И благодаря нетребовательным условиям государства к ведению бизнеса такие заведения работают годами. Так как все родные могут работать и днем, и ночью совершенно бесплатно. Если очень нужно, например, дяде, брату, папе. И по российским меркам, например, все должно было уже давно развалиться. А здесь работают. Даже такие вот пятизвездочные отели, порой, казалось бы, как они существуют, они существуют реально без бизнес-плана. И как-то вот работают. Все на родственных связках, потому что. Следующий пункт – это отсутствие привязанности к формальности. Абсолютно во всем. Например, решил ты такой играть свадьбу в Турции. И вот понравилось тебе в кафе в каком-нибудь отеле. А оно под фуршеты там всякие, а тем более свадьба, вот как-то вот и не сдается, и никогда не сдавалось, и даже не рассчитано. А тебе вот нравится. Идешь в этот отель и договариваешься с владельцем, что, мол, так понравилось ваше заведение, что не можно уходить, тут у вас свадьбу играть, и больше нигде. И владелец в 99% случаев даст свое согласие и даже не попросит отдельную сумму за аренду своего заведения, а лишь оплату за блюдо и за работу официанта. Или, например, благодаря отсутствию жесткой привязанности к каким-либо формальностям турки часто могут пойти тебе навстречу там, где в других местах особо-то ты не ждешь какой-нибудь доброты. Например, пусть от тебя в туалет в любом ресторане, кафе, отеле не требуют, чтобы ты немедленно заказал что-то. Или открыть магазин, когда он уже закрыт, так как ты сильно попросил, потому что именно только в этом магазине продается то, что тебе так необходимо. Или даже приготовить что-то, чего нет в меню. Прибавить что-нибудь к твоей покупке в магазине в подарок, лично от себя без всяких акций, а часто и вообще без всяких покупок. Одним словом, множество приятных мелких пустяков. Следующий пункт – сильное непостоянство законов в Турции. Нередко здесь принимаются новые законы, но также нередко эти же законы не приживаются и их отменяют. Непривычно, правда? По большей части такое происходит, потому что написание закона в Турции ничуть не сопряжено с просчитыванием его возможных последствий. Поэтому, неожиданно быстро создав очередной указ, турки наводят панику у всех, к кому этот указ относится. А дальше поднимается волна недовольствий местного населения, бойкотирования и исполнения этого нового закона, или указа, череда жалоб, после чего неудачный указ, чаще всего просто отменяют, оставляя все так, как было раньше. Поэтому, если ты иностранец и вдруг услышал какой-нибудь новый указ, касающийся вопроса визы, ВНЖ, страховок, покупки недвижимости, подожди, не впадай в панику. Есть высокая вероятность, что через некоторое время указ либо изменят, либо вовсе отменят. В таких случаях было просто огромное количество касаемо этих пунктов. Вот так вот. Среди местных даже есть такая идея, что, создавая из Османской империи Турецкую республику с 1923 по 1938 годы, первый президент Турции, Кемаль Ататюрк, взял за основу законодательства швейцарскую конституцию. И с тех пор все принятые законы еще в те годы до сих пор работают. А все остальное новое не переживается и надолго не задерживается. Помимо более значимых отличий, которые мы перечислили, есть и менее значимые, но все же и довольно ощутимые. В большинстве случаев с турком не удастся обсудить литературу. Так что если ты яркий поклонник книг и тебе хочется пообсуждать прочитанное, то придется искать своих соотечественников с такими же интересами, так как турки считаются самой нечитающей нацией. С чем это связано? Ну, даже не ясно. Ну, вот как-то не привилась к ним любовь к книгам. Несмотря на то, что правительство Турции прилагает усилия к распространению литературы по стране, переводит зарубежных авторов на турецкий, устраивает книжные ярмарки, в каждой школе имеются большие библиотеки, но читает лишь тонкая прослойка людей, а также студенты и школьники, лишь потому что им это необходимо по учебной программе. Не всякий магазин, в котором ты видишь бренды, на самом деле это бренды, и даже в самом центре, и даже на истекляле. Турки в своей массе весьма нетребовательны к одежде, не сильно думают о сочетаемости, фасоне, натуральности тканей. Если посмотреть по сторонам, то большинство людей одеты простенько, а многие женщины после 40 и вовсе нередко одеты в цветастые штанишки и простенький трикортажный верх. И лишь отдельная прослойка молодежи обращает внимание на моду и бренды. Большинство турков одевается в магазинах Вайкики и де-факто, так что если тебе нужны бренды, а не копия или ноунейм, то иди в торговые центры или монобрендовые магазины. Еда. Турецкая кухня никого не оставляет равнодушным. Есть два варианта развития отношений с этой кухней. Либо она очень нравится, и ты ешь, не останавливаешься, и становишься как Вова плюс 10 килограмм. За короткий срок. Ну или ты стремящаяся ко мне. Ну да. Либо второй вариант. Ну а что же мне есть? Турецкая кухня, как и всякая другая, это результат истории климата. Традиционно в ней очень много соли и специй. И мы вот как жители СНГ, конечно, тоже любители остренького и солененького, но все это не сравнить с солененьким и остреньким в Турции. Соленые маслины, сыры, мясо и котлеты, куда специи сыплют прям горстями. Острые закуски, маринады, это все про Турцию. В любом самом заурядном пирожке с большой вероятностью обязательно будет пара щепоток специй. Иначе это попросту невкусно по турецким меркам. Такие количество соли и специй обусловлены жизнью в жарком климате. В результате чего вымываются соли из организма. И с помощью кухни их запас в организме как раз восстанавливается. И помимо этого в Турции нет еще и множества привычных тебе продуктов. Например, свинина, купить ее трудная задача, нужно знать где. Сметана, также крайне редкое явление. Ряженка, простокваша, вообще ни разу не видели, для этого есть айран. Айран всему голова. Творог, также крайне редкое явление. Сгущенка с привычными вкусовыми качествами, ну ее просто не найти, она тут другая совсем. Маринованная соленая селедка, копченая скумбрия. Неа, не знают они о таких деликатесах. Хоть самой учись сделать. Хотя селедка у них есть, как рыба. Да, и скумбрия тоже. Бекон мы не нашли в Стамбуле. Спагетти карбонара не приготовить. Хотя слышали, что где-то все-таки он продается. Если знаешь, поделись адресом в комментариях. Или пришли нам на почту, указанную под видео. Твердые сыры? Найти та еще задачка. Колбасы, сосиски, сардельки. Совсем не съедобные для мясоедов. Или вот супы, например. Супы они любят. Но если ты любишь борщ или рассольник, а самостоятельно готовить не умеешь, то в Стамбуле, например, найти это будет сложно. Мы нашли только один единственный ресторан. Кедекюэ, где в меню это есть. Но мы еще там не пробовали. А сколько это съедобно вообще? В Анталии, конечно, с этим попроще гораздо. Для турков суп это прям вот суп-пюре, а не бульон с плавающими в нем овощами и кусками мяса. Салаты для них это всегда одинаковый набор овощей с разными салатными листьями, помидорами, огурцами и небольшими вариациями. Например, хочешь салат с курицей? Помидоры, огурцы, зелень, курица. Хочешь салат с тунцом? Помидоры, огурцы, зелень, тунец. А хочешь салат рыбный? Помидоры, огурцы, зелень, сенга. Ну и так далее, ты понял. Ибо в Турции салат это свежая зелень, заправленная маслом и лимонным соком. Типа салаты с вареными овощами, заправленные майонезом или какими-то другими соусами. Это вообще не салат. Такого тут нет. В турецких кафе и ресторанах в меню присутствуют, конечно, блюда и общеевропейских кухонь. Но на вкус они всегда так себе. Следующий пункт. Это очень открытое выражение эмоций, постоянное обнимание, признавание друг к другу в любви, очень шумные разговоры. И даже кричать незнакомцу могут на седьмом этаже, как у него дела, расспросы о твоей жизни, вплоть до суммы зарплаты. Нам такое непривычно, так как люди с бывших стран СНГ очень сдержанные в общении. К этому необходимо привыкнуть. А еще постоянное хождение друг к другу в гости. Когда ты тут начинаешь обрастать знакомыми и друзьями, к каждому нужно ходить в гости. И Вова даже порой так говорит, что когда я тут работать-то уже буду? Пока всех обойдешь за неделю, неделя уже закончилась, и все по кругу опять начинать. Да, так что если у тебя есть уже семь знакомых, то неделя у тебя забита. Следующая непривычная особенность. Это холодно зимой. Да-да, как бы это абсурдно не звучало. Кто-то сейчас сильно удивился. Да-да, не удивляйтесь. Но с нашими-то русскими морозами. Но зимой тут холодно не так, как мы привыкли. А холодно дома. Так как центрального отопления, как мы привыкли, тут нет. Когда шпарят батареи в квартире. А отопление у каждого дома или даже квартиры свое за счет специального аппарата, который подогревает воду в батареях газов. И это дорого. Поэтому газ экономят. А во многих городах и даже такого нет. Поэтому греются обогревателями. Поэтому домашняя одежда у турков обычно даже теплее, чем уличная. Разнообразные пижамы, тапки. Все сначесано. Следующий пункт. Чистота в местах общественного пользования. Удивительно, как они это делают. Но в Турции везде чисто. За редким исключением. Даже в местах, где бесплатно. Даже в общественных туалетах уборщицы со шваброй в руках целый день намывают кабинки и унитазы. Даже в таких вот общественных туалетах на станциях по трассе из одного города в другой и все равно чисто. Даже в кафе, выглядящие как забегалки, чисто. У нас в России в общественном туалете это, конечно, мрак. За редким исключением. Только уже, конечно, в другую сторону. Помнишь, как мы ехали с Стамбула в Анталию? И по трассе вообще глухие, короче, типа эти даже. Там не деревья, просто трасса и какой-то пункт, где останавливают стоять автобусы. И мы там заходили в туалеты. Я думала, что мы сейчас там зайдем, там будет мрак. Вот он так чистый, даже не воняет, да? Да. Вот это вот, кстати, удивительно, что в туалетах не пахнет туалетом. Пахнет лимончиком. Везде вот в скобах. Любые какие ходили. Даже самые забегаловки страшные. Ну и последнее, это воровство. Русский человек привык всегда быть на готове со своей сумкой. Никогда не оставит ее без присмотра. А телефон или ноутбук на столике в кафе, пока выходишь в туалет, тем более. А здесь все иначе. Никто ничего не берет. Хоть телефон, хоть ноутбук на столике в кафе, хоть сумку в парке. И все останется на месте. У сотрудников магазина часто валяются мобильники прямо в коробках с овощами на улице. Пока они сами работают внутри магазина. Здесь даже в магазинах, если есть шкафчики, где можно оставить свои сумки, то никогда нет ключей. Они просто не предусмотрены к этому. И все прям так вот там сумки оставляют. А еще свои сумки с продуктами оставляют прямо при входе в магазин. Не представляешь? Вот к этому сложно привыкнуть. Мы первое время вообще удивлялись. Заходишь, шкафчики есть в некоторых магазинах, а ключей нет. В принципе, нет. Да, та же дверь, просто вот эти ячейки. Или там эти кровотчики оставляют. прям вот эти вот с этими, с колесиками. Прям на входе. Ну, я вчера жил. Вчера на рынок шел, там стояло три пакета с продуктами на входе в шок. Просто никого нет. Тут три пакета с продуктами стоят. Человек в магазине внутри. Вообще, да? Да. Подпишись на наш канал, чтобы нас становилось больше. Ставь пальцы вверх, чтобы алгоритмы YouTube чаще показывали это видео пользователям. Свои вопросы, замечания, предложения, истории и темы, которые ты, может быть, хотел, чтобы мы обсудили, пиши в комментариях. Или можешь присылать их на нашу почту, которую ты видишь на экране. Она же будет в описании. Обняли, подняли. И немножко хрустнули, чтобы было приятно. Всем пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok